Продолжение следует... Очень серьезно на хайграунде все тех же Team Tinker зашли там без шансов, байбеки, байбеки, но все эти байбеки были абсолютно бесполезны. Дали выформить Афониджи, приличные артефакты, дали выформить главное Артесу, крутые артефакты, а Морфлинг перефармленные, это вам не шутки. Шторм Спирит для Хелл Рейзер с третьим пиком, четвертый пик от Team Tinker. На данный момент уже забрали СФа, СФ наверное в мид для кое-кво, а куда еще собственно ему отправляться. Клокверк у нас пойдет на сложную для Флоу, ну и... Хотя почему Флоу там в принципе... Ну наверное да, наверное для Флоу все-таки Клокверк будет. Снайпер, а вот теперь кстати вопрос, куда отправится Снайпер, то ли это для Артеса Шторм Спирит, то ли для Артеса у нас Снайпера, Шторм будет стоять в миде. Ну, пока толком не ясно. В общем-то Снайпер неплохо против СФа стоит, да и Шторм неплохо стоит против СФа, ладно, вообще не буду гадать. Уже столько слов, все впустую. Шейкер. На данный момент для команды HellRaisers. В прошлой катке Гаддем неплохо сыграл на Шейкере. Да, артефакты вывез поздно, артефакты вывез очень тяжело. Терпел-терпел, но в итоге с Аганимом на вражеском хайграунде, что надо дать дал. Команду отправил в таверну по большей части, а там, собственно, бараки сами по себе рассыпались. Продолжение не последовало. Последние 15 секунд для Тим Тинкер. Четвертый пик. Кто будет фармить? Будет ли это сейчас фармящий персонаж или это будет еще один саппорт? Сейчас узнаем. Чена отправили в баню. Рубик. Опять Рубик для команды Тим Тинкер. Сказать, что Пайлайдай в прошлой катке божил? Нет. Такого точно не было. Такого не случилось. А Хелл Рейзер, четвертый пик. Ну, необходимо затариться оффлейнером и еще одним саппортом. По возможности, я думаю, рейнжевым саппортом. Очень бы хотелось здесь увидеть Энигму. Вот прям совсем бы хотелось. Способны ли Хелл Рейзер взять Энигму? И Энигма, скорее всего, у нас для Дреда мог бы отойти. Очень неплохо. Ну, глянем. Глянем, глянем, глянем. Скайр Асмак у нас уже в бане. Причем Хелл Рейзер сами его забанили. Пятнадцать секунд. Энчандрис. Вот так вот. Не Энигма, так Энчандрис. Лесной герой с возможностью выйти и пушить лайны. Плюс крутейший дэмэдж где-то в мидгейме. Ну, посмотрим. Я думаю, Дредд из тех сорвиголов, которые Мом и Аганим просто мастхэв на Энче. Глянем. Очень интересно будет понаблюдать за данным персонажем. Последний бан. Бруда ушла от Тим Тинкер в бане. Ну, не знаю, кто-то вообще кроме Тим Тинкер играет брудой. Кроме Флоу кто-то вообще отыгрывал на ней хоть немного. Ласт бан. Надо убирать фармящего героя. Кто вообще по этой эстроте мог бы зайти? Да любой, в принципе, по этой эстроте мог бы зайти. Медуза, думаю, точно могла бы зайти. А Войда решили убрать. Тоже неплохо. Войд уходит у нас в баню. Последний пик для Тим Тинкер. 20 секунд. 20 секунд у Тим Тинкер. Кто же у вас будет убивать? Неужели это будет какой-нибудь антимаг? Ну, антимаг, Медуза. Так, даже, честно говоря, я не знаю. Брист у нас в бане. Джаггернаут у нас уже в бане. Тролль в бане. Ну, выбор... Вроде бы и много героев в доте. А по факту выбор, конечно, небольшой. Двух-трех забанил. И уже половина всех керри невозможно пикать. Ну, антимага хочу. Да, антимаг, пожалуйста. Антимаг для Тим Тинкер. Ну, и Хелл Рейзерс. Последний пик. Последний пик. Кто это будет? Кто у нас отправится на уфлейн? Бруду забанили. Клок у нас, скорее всего, Клок уже в пике. Бристлбэк в бане. Ну, Тайт Хантер. Почему нет? Почему нет? Ну, Энигма. Нет, Энигма. Какой Тайт Хантер? Все. НЧа уходит в лес. Энигма идет в сложную. Шейкер на лайне. Стоит у нас вместе со Шторм Спиритом на Ортесе. По-моему, очень и очень неплохо было бы. 7 секунд. 7 секунд. Кентавр. Кентавр для Ашеров. Горец. Опять у нас отправляется на сложную на Кентавре. Дредд играет на Энчандрес. Ортес играет на Шторме. Афониджи в мид идет на Снайпере. Гадем будет отыгрывать на Шейкере. Со стороны команды Тинкер. Койква играет в миде на СФе. Блэк. Блэк у нас будет играть на Антимаге. Это, по-моему, нон-стоп фарм. Все будет очень серьезно тут по фарму. У Блэка, кстати, супернарядец. Здесь я смотрю. Бернинговый нарядец. Прямиком из Азии Блэк себе на память взял. Привез в Европу. Пайлайдай играет на Венча Фулл Спирит. Пинг Панда будет отыгрывать у нас на Рубике. Поменялись местами. До этого Пайлайдай у нас играл на Рубике. Ну и кто там на сложную? На сложную, конечно же, Флоу отправляется на Тинкере. Со стороны команды Хеллрейзерс. Кентавр для Горца. Афониджи в мид на Снайпере. Легкая фармит Артес на Шторме. Дредд у нас, скорее всего, будет в лесу гулять. Ну и помогать. Там же на легкой, я думаю, будет Гадем. Патрулили китайские похождения у нас Блэка. Ну что, койку подцепили пока фиссурой. А вот Горец, кстати, по-моему, лишнего себе позволяет. Горца уже неплохо нарезали. Стопит его Блэк. По спине наваливает здесь Пинк Панда. Ну, Горец жирноват для того, чтобы просто так отдаваться на реке. Ушел. Побитый, конечно, но живой. Горец уходит у нас на топ. Фармит Соло против Триплы. Трипла Панда. Трипла Пайлайдай. И Блэк на Антимаги. Вот теперь, по-моему, Горца проблемы. Это Трипла понапряжнее будет, чем в прошлый раз стоял он Соло против Флоуна. Помню, в прошлый раз. В этот раз против Триплы, по-моему, тут действительно посерьезнее будут траблы. Кстати, Реторн вкачал у нас с первого левела Кентавр. Это говорит о том, что подсейвить себя ни в коем случае не получится на первом левеле. Значит, можно будет нападать. Об этом, конечно же, знает Тим Тинкер. Вы прекрасно знаете, что анимация Реторна отображается. Ну, не решают нападать. Дают Блэку фармить. Пускай дают. Афониджи забрал у нас ФБ при помощи Гадема. Потеряли также Афониджи, потеряли у нас Койку. За кем вообще ФБ? Что-то я завтыкал, посмотрел, мне лекарства тут принесли. Отвлекся на секундочку. Фёст Блад у нас отходит для Снайпера. Всё-таки для Снайпера. Это потом уже погибает у нас Афониджи после смерти Койку. 1-1. На миде уже герой у нас. Здесь 1-1, здесь 1-1. Всё по-честному. Хотя команда Ашер получше себя в данном файте должна почувствовать. В спину заходят у нас к Флоу. Энчант, в принципе, имеется, но энчант был уже проюзан. Тут кто-то у нас, у нас тролль-жрец для Дредда, ходит, хилит. Какой интересный выбор. Нон-стоп, хилящий тролль. Я просто вспоминаю эту истерику ещё, когда намёка не было смотреть профессиональную доту. Какого-то намёка не было. Какие-то вменяемые пабы катать. Просто могли встать и часами смотреть, как тролль сам себя бьёт. Вот смеху-то было. А не сам себя бьёт, точнее, а сам себя хилит. Ты его даёшь один-два удара, он стоит и хилит себя. Ты ему опять даёшь, он стоит и хилит. Вообще не защищается. Самый миролюбивый в мире тролль. Ну, теперь это тролль на подсейф для Дредда. Саву забирает у нас Дредд. Будет ли попытка выйти на Тауэр? В принципе, здесь есть Сатир. Можно попытаться как минимум прохарасить у нас Флоу. Шоквейв ещё один пошёл. Ну, сейчас Сатир у нас уже отъедет, а Дредд решил просто пойти фармить в лес. Рубик тем временем забирает у нас на сложной горца. 3-1. Тим Тинкер ведут и ведут более чем уверенно. Что-то шеры больно напоминают мне прошлую катку. Гаддэм вообще без боязни. Идёт у нас по лоу-граунду. Понятное дело, что палец для Койквы. У Кентавра третий левел имеется. Горец уже не настолько сладкая цель. Это хорошо и подсейвить, и... Где-то кого-то толком перед смертью продамажить. Ну, нормально, Койквы ещё надамажили через Торнадо. Правда, здесь Саве постепенно конец приходит, ну... И всё равно неплохо. Где-то по чуть-чуть, понемножку. Кентавр, кстати, у нас с Дредом решил отправиться под смоком. Дред заходит на хай-граунд. Заходит наверняка в спину Койкве. Сюда же Гаддэм. Можно забирать Койкву. Койква заканчивается. Постепенно ДД. Но Койква не в ту сторону уходит. Будет ли обходить? Да нет. Уже обойти Койкву толком не получится. Здесь Пинг Панда уже на подсейв. Но очень удачную траекторию своего похода выбрал Койква. Таким образом, умудрился избежать тех неприятностей, которые на него двигались. Кентавр гоняет всю команду ТТ. Дред. Подвес спами. Вроде бы должен хелиться. Но здесь дохрена, конечно, дэмэджа. Но хотя может и выйти Дред. Фиссура под ноги. Афонин же начинает расстреливать Панду. Панда должен здесь умирать. Да, Панда погибает. И Дред забирает. Первый фраг для себя. 2-3 счет. Размансовали. Раскайтили команду. Тим Тинкер смогли нормально подраться. 400 по золоту примерно подняли с этого файта. У Блэка продолжается нон-стоп фарм. 32 крипа на пятой минуте. По-моему, очень даже хорошо. Плюс еще и ассист в файте. Блэк по Нетворцу, наверное, на первом месте. Так и есть. Койква на втором, у него 2400 на третьем. Артес на четвертом Афонин же в миде. У снайпера 15 на 6. Против него 20 на 10 стоит Койква. Флоу у нас начинает дамажить Артеса. Поднимает. Ну, собственно, может быть, конечно. Артес отсюда и уходил. Ульта-то была. Ну, через Телькинэс смогли разобрать. 2-4. На всех лайнах у нас уже были киллы со стороны команды Тим Тинкер. Здесь Флоу еще ни разу не отъезжал. Артес успел в скобочках отличиться. Ну все, засловили у нас Флоуа. Бежит Кентавр. Фессура есть. Поднимают Кентавра. Тут настолько серьезно отыгрывает у нас Пинк Панда, что понимает, что надо Кентавра каким-то образом убирать. Флоу бежит под батарея с аутом. Коги поставил. Врывается у нас Артес под Болл Лайтнингом. Флоу на лоу ХП, но, по-моему, выживает. По-моему, выживает, да. Флоу отсюда уходит. Артес что-то недоиграл немного. Еще один удар там очень напрашивался у нас по Флоу. Но почему-то решил, что фраг забирает. По факту ничего не забрали. Просто потеряли дохрена ХП. И, соответственно, потеряли много времени. Потому что здесь сгруппировалось сразу 3 игрока команды Хеллрайзерс. Ну что, в итоге 2-4. Впереди все те же Тим Тинкер. Но вспомните, прошлая катка примерно так же и начиналась. Терпели Хеллрайзерс. Терпели, терпели и дотерпелись. По героям. Ну тут по героям, конечно, Тим Тинкер больше надо терпеть. Здесь есть Блэк Нати Маги. Это вот примерно тот аналог Морфлинга, который был у команды Хеллрайзерс в прошлом пике. Который в итоге всю катку с ног на голову и перевернул после 50-й минуты. Ну здесь пораньше может у нас Тимак вступать в бой. В любом случае в лейте, по-моему, команде Хеллрайзер светит немного поменьше, чем их оппонентам. Есть СФ, который достаточно неприятен. Есть Клоквер, который врывается в любой вообще ад. Ну и опять же Рубик, который любой крутой алтимейт забирает без вопросов. Забирает, потом в тебя вкастовывают. Короче говоря, я бы в лейте, конечно, поставил на пик команды Тим Тинкер. Тем более идут они более чем уверенно. Гадем цепляет у нас Койку. Вроде бы его и закрывают. Койку от 340 ЭП выживает после ульты. И Гадем, по-моему, добрался у нас до неприятностей. Налог ЭП у нас Койку. Вот забирает еще и Курьера. Как вообще можно было вести Курьера через Т1? Как можно было так сильно недоконтролить? Непонятно. Налог ХП у нас СФ. Налог ХП Венгана, лох ХП Пинг Панда. Правда, без ХП вообще у нас Снайпер. Без ХП вообще у нас Гадем на Шейкере. Такой дичайший затуп с этой курицей. Даже больно вспоминать. Просто вели Курьера через Т1. Вот, собственно, бедняга лежит у нас. Даже под землю не уходит. Курьер. Как упал, так и лежит. 2-6. Опять Тим Тинкер плотнейшим образом ведут. 4000 на 9-й минуте. По экспириенсу 3000. У Артеса Солринг есть. Есть Пауэр Трэдс. 360 на руках у Горца. У Горца 500 на руках. Горец кое-как себе на Транквилу уже насобирал. Правда, Курьера нет. Кстати, Курьер нет. Курьер не им унес. Артефакты, по-моему, там к Снайперу летело. Да, это Аквила летела у нас для Афониджи. Ну, дичайший. Затуп на таком левеле даже как-то странно. Как такое могло быть? Ошибка детская. Ну, где-то недоконтролили. У Блэка 1700 на руках. По Нетворсу Блэк на втором месте проигрывает только Койкве. Но Блэк все время занимается фармом. Койква у нас в файтах участвует. 3-1-0 уже у мидера команды Тинкер. Артес по золоту. Топ-3 пока держит. Хотя и уступает прилично своим оппонентам. Это Блэк и это Койква. Выходит у нас, по-моему, на горца. Если не на горца, то точно на Т1, потому что слишком много ребят собралось. Из команды Тим Тинкер собралось на топе. Может, подумали, что пора уже. В принципе, 10 минут прошло. Может быть, действительно пора забирать Тауэр. Нет, Койква отправляется у нас в лес. Стакки были ли? Нет, стаков не было. Просто по одной пачке разберет. Ну, здесь Пайл Эдай на подсейв. Пайл Эдай, в общем-то, бомжует. Но это неудивительно. Варды и больше ничего Пайл Эдай себе позволить не может. Зато получает левел. Такой вот небольшой... Буст за то, что ты всегда можешь подсейвить своего тиммейта. Практически шестой, но пятый левел уже Пайл Эдай имеется. У СФ-а десятый левел. Что там на сложное? У Флоу седьмой имеется. Есть ли Стампид? Да, Стампид есть. Правда, маны нет на Стампид у горца. Ашера, скорее всего, забирают у нас Т. Один по нижнему лайну. Ну, Дредд очень жадный. Дредд все решил к своим рукам прибрать. Фраги забирает, забирает. Также Таура у Дредда, в общем-то, все по золоту более-менее нормально. При том, что это лесной герой. Ну, на пятом месте держится. Все хорошо. Горца прогнали в лес. Горец пока стесняется вообще даже выйти на свой лайн. У Антимага уже две тысячи на руках после Персеверанса. У Дредда появляется урна. Ну, Блэк, скорее всего, здесь Тауэр забирает. Не думаю, что Дредд особенно какую-то проблему для него создает. Да вообще никто, кстати, Дредда бить и не будет. Шестого левела еще нет. Так, у нас Кентавр проседает по ХП, но это в лесу. Ну, в итоге Блэк забирает себе Тауэр. Две 500 у него на руках через 100-150 голды, а именно через, наверное, после этой пачки появится уже Баттл Фьюри. На 12-й минуте Баттл Фьюри Антимагу, по-моему, роскошный результат. Даже, наверное, и возразить нечего. Пинг Панда фиссуру поймал. Стампид провязали, но здесь Гаддэм просто... Как Слэм Данк опускается спокойненько в Коги, который поставил у нас Флоу. Пинг Панда отсюда не уходит. Артес его разваливает. Артесу самому бы не развалиться. Койква здесь под Инвизом выходит. Ветра подняли у нас Артеса и просто разорвала на куски за счет ульты ССФа. Реквием оф Соллс. Классическая схема. На Иуле подняли воздух. А дальше по приземлению через Реквием оф Солл. Очень-очень-очень просто. Разнесло у нас. Артеса так, Горец. Горец продолжает проседать по ХП, но это он, видимо... Да, это все у него в лесу происходит. Горец выкладывает ранквилы и режет крипов. Режет крипов, выкладывает ранквилы. Простая-простая схема. Блэку уже летит, как вы видите, маленький туск, который несет большой Баттлфьюри для средних размеров Блэка. Тринадцатая минута, начало четырнадцатой. Блэка появляется Баттлфьюри. Еще, кстати, 500 сверху. Пауэр Трэдс тоже имеется. Имеется рингов Басилус. Все, в общем-то, вменяемое по артефактам есть. Это не какой-то один несчастный сапог, а дальше пошли фармить как не в себя. Нет, у Блэка по фарму все превосходно. У Койкова, конечно, немножко получше, но Койкова 4-1 идет. Блэк по-прежнему 0-0-1. Блэк в файтах не участвует толком. Кстати, этот лозунг, ребята, что будет, когда Удреда перестанет? Ну, вы поняли. Все, Ашер уже не Камильфо будут для всех фанатов. Полторы тысячи на руках у Горца. Горца, по-моему, скорее всего здесь забрали. Да, свапнули у нас Горца. Блэк нарезает стом под ноги Блэку. Ой, ну, Блэк не решился бежать, а тут, в принципе, и ни к чему было. Бежать разобрали без вопросов. Самый толстый герой команды. Hellraiser's 9-3. 9-3, 500 по золоту за этот файт вывезли. 7,5. История повторяется. 6 тысяч по экспириенсу. Тинкерам наказывают Hellraiser's поначалу. Доминейтинг у нас от Flow. Дреда разваливает здесь Койква. 11-3. На миде устроили полнейший развал. Кстати, почему одного показали? Двоих же, да. Что Койкве вообще до этой ульты, если Койква, в принципе, у нас имеет 13-й левел на 15-й минуте. У него куча денег. По хп все в порядке. По левелу все в порядке. Ну да, Койква пошел в отрыв. У него 10 тысяч уже практически. На втором месте Блэка. Вот на третьем Афониджи. Ближайший преследователь со стороны команды Hellraiser's. И этот ближайший преследователь практически в два раза уступает своему оппоненту на миде. Койква, конечно, показала Афониджи, как надо играть на SF. Ну, как по мне, по сравнению с прошлым матчем. Там SF не блистал. Блэк уже пошел на Эншентов. Появляется Владмир у него. Все, в общем-то, для Владмира готово. Осталось только Курьером принести. Пайлайдай. Бедняга хоть что-то себе насобирал. Нет. Ну, Пауэр Трэдс уже неплохо. Пайлайдай практически по сезону. Рубика. 1300 на руках. Меньше 1000 осталось до Даггера. У Кентавра 1500. Тут 700 еще до Даггера. У Афониджи появляется после Яши Огр Клаб. Еще... А, и также имеется Белт оф Стрэндж. Но осталось 450 до рецепта на Сен-Жин-Яши. У Артеса, кстати. У Артеса один обливин став есть. На второй практически насобирались деньги. Осталось на рецепт собрать для Оркида. Клок уже приобрел себе Блэйдмейл. На Рошана вышли. Никто им не мешает. Никакой возможности ворваться сюда нет. В общем-то, у Шейкера нет Даггера. На Стампиде туда не добежать. Да и у Кентавра нет Даггера. Вообще говоря, ТТ просто-просто забрали Рошана. Ну и отправились с нами. Почему, собственно, и не пойти? Все есть. Кто, кстати, Рошана? По-моему, да, вот кто у нас Рошана забрал. Не Рошана, а, конечно же, Аегис. По-моему, Рошан, кстати, достался Койкве. По золоту 700. Все это после Даггера. Все это после Юла. ПТ, Аквилы. Койква чувствует себя великолепно. 11 с лишним тысяч. Чуть менее 11 у Блэка. Дальше 6700, 6700. Просто какая-то вечеринка бомжей рядом с кортежем деловых ребят. Сразу добла игроков команды Тим Тинкер. Очень уверенно себя чувствуют по экономике. По золоту 10+. По экспириенсу 10+. В пользу Тим Тинкер. Напомню еще раз. Первую игру Ашеры терпели. Терпели, терпели, вытерпели. Выиграли первую катку. Это серия Best of 2. Пока что они 1-0 ведут. Но что-то мне подсказывает, что история не повторится. Потому что Антимаг не отстает. Антимаг тут опережает всю команду Ашер вместе взятую. Чем его контрить непонятно. Теперь становится немного непонятен пик НЧ от Дреда. От Дреда, точнее. Ну, толком не ясно, что Дред вообще этим поступком хотел показать, доказать и сделать. Один раз вышли на нижний лайн. Снесли Тауэр. Хорошо. На 18 минут прошло. Крипы где-нибудь бегают у нас. Дредовские толком ничего никому не делают. Блэк их сносит моментально. СФ их сносит за 2 койла. А 2 койла для СФ это 150 маны. Не более. И 2 нажатые кнопки. Горец уже с Даггером. У Блэка 1000 после Владмира. Мега-тир! Оу-недж! Дред отправился погулять во вражеский лес. Там, собственно, и остался. Да, немного странные мувы. Команда Hellraisers проигрывает на 10 фрагов. И это не 37-37... Не 37-27. Это там не 45-35. Это 3-13. Это больше, чем в 4 раза. Команда Team Tinker увереннее и удачнее дерется. И при этом Дред позволяет себе такую фривольность, как отправиться в соло во вражеский лес. Я прекрасно понимаю, что там огромные металлические шары у Дреда. Вот хвостом НЧ, все это понятно. Но, собственно, какой плюс для команды? Никакого. Команда потеряла еще раз. Одного из своих героев подарила немного золота Team Tinker. Как будто им мало было вообще этого золота. По золоту они уже 12, даже 13 с лишним опережают своих оппонентов. Команду Hellraisers по экспириенсу тоже. Все идентично. Блэк продолжает фармить. У Блэка 2 900 после Яши. Готовый Манта Стайл на 20-й минуте. Батл Фьюри. Готовый Манта Стайл. Владмир. Пауэр Трэдс. И еще и Квилинг Блэйд. Врывается у нас. Наконец-то горит. Сайлент сдали в Блэка. Блэка разобрали. Пайлайдай тоже, скорее всего, здесь останется. Но теперь Дред сможет, наверное, чем-то отомстить. Нет, Дред никого не забирает. Только ассисты получает. В любом случае, Артес нормально настрелял. 5-13. Хорошо. Уже уверена. Уже неплохо. 2 300 заработали за одного Блэка. И вот такой вот бонус в виде Пайлайдая. Флоу решил отправиться отвечать за Блэка. Даже немного странно. Почему команда Ашер разбежалась с этого лайна? Горец убегает отсюда. Срочно в кусты. И ТП-аут как можно дальше. Флоу был близко. Флоу не увидел у нас горца. Ну, сейчас, если просветит. Нет, не просветит. Да. Не имел представления, где у нас находится Кентавр. А так бы ворвался без проблем. Я думаю, под Батареасаутом, под Блэйдмейлом развалился бы у нас. Так, вот он, какой хитрый Горец. Горец через Даггер хотел. Хотел на крысу забрать. А курицу не удалось. Дредд продолжает свои похождения. Ну, нашли здесь глухонемого. Пайлайдая ловят. Ворвались. Сайленс туда. Опять же, урну повесили. Шторм... Еще один фраг забирает. Койква. Ульту под ноги Шторму. Правда, Шторм ее заивейдил. А Дредд впитал очень неплохо. Правда, у Дредда там все хорошо. Ну, здесь Блэк. Он очень быстро разговаривает с Боллайтнингом. Проюзанным на Макс Маны. Ну и... Да, Контр для Шторм Спирита серьезный. Только-только Блэк у нас соберет Блэк Кинг Бар. Шторм будет моментально разваливаться. Я просто даже вижу, как Шторм у нас влетает на Фуллману, на Блэка. Дает на него Сайленс. В ответку получает Блэк Кинг Бар от Блэка. И тогда сразу же мановует. Ну и, конечно, Артес при таком раскладе ничего вообще Антимагу не делает. Ну, а там, когда замаячит какими-нибудь башарами и прочей ерундой, то... Будет очень неприятно. Ну, развалили Гаддема. Гаддем четвертый раз умирает безответно. 0-4 счет у него. В общем-то, и даже неудивительно, что я этот фраг пропустил. Дредда, по-моему, увидели. Кстати, есть ли Аганим? Нет, Аганима еще нет. Форстаф имеется у Клока. Тысяча на руках сверху. Панда под инвизом идет. Если кого-то видит, кто-то этот должен умирать. У СФа реквием оф соус еще 20 секунд не будет. Панда дальше под инвизом по кустам. Афониджи видит, но дотянуться не получается. Даггер куда? Рубик у нас даггер провязал. Рубик у нас даггер провязал на Горца. Сразу же врывается в него Клок. Ну все, скорее всего Горца здесь разбирает. Но нет смысла топать, нет смысла вообще ничего делать. В Блейдмейле стоит и погибает у нас постепенно Горец. Unstoppable для Клоквика. Поднимают ветра Дредда. Дредд уже не подвис. Спами Дредд рассыпается. Койква. Годлайк. Койква прилетает. Также Иглсунг. Ну, команда Тинкер, наверное, не отпустит эту катку. Тут, в общем-то, очень сложно что-либо отпустить и что-либо зафейлить. Надо очень сильно постараться, чтобы слиться. Слиться в пятером, втроем. А тут команда HR сами преуспели. В том, чтобы сливаться где угодно и когда угодно. Да, немножко странно. Годдем, почему ульт не прокачал дагг? Кстати, примечательная информация. Занятная дота для самых маленьких. Почему Шейкер не прокачал ульт? Я не берусь отвечаться на этот вопрос. Видимо, не поверил в то, что есть вариант вообще добраться как-то до соперников. А может, это был мисклик. В принципе, Афтершок в два здесь вкачан. Нахрен бы он вообще нужен был по такой доте. Вкачанный в два. Наверное, может быть, мискликнул. Что-то мне говорит об этом. Тим Тинкер забирают Т2 по миду. На топе нет Т2. Внизу уже тысяча лет, как нет Т2. Ну, я думаю, следующий заход будет на хайграунд. В принципе, ничего не мешает. Ничего. И самое страшное, что никто не мешает. У Дреда тысяча с лишним на руках. До Аганима еще собирать и собирать. У Снайпера осталось 1300 до Блэк Кингбара. Чем забирать Блэка? Правда, непонятно. Даже тот же БКБ ничего особенного не делает. У Гордса. Ну, вроде бы Вангвард насобирался. Да, Виталити Бустер себе несет. Через кусты уже один раз птицы и поплатились. Плюс есть... Возможность такая. Ну, со стороны команды Тим Тинкер. Давайте посмотрим. У ССФ прилетает Баттерфляй. Вангвард прилетает для Гордса. И у Антимага, на котором играет Блэк. У Антимага, на котором играет Блэк, совсем немного остается до Баттерфляя. Контрить просто-напросто нечем. Снайперу до МКБ еще собирать и собирать там просто невозможно. Врыв у нас пошел на Гордса. Блэк даже не стопит. Просто обычная игра. Гордс у нас зацепил вроде бы Блэка. Эхослем под ноги от Гадема. Вот вам ульта дождались. Правда, все это бесперспективняк. Хотя в итоге Блэйда разбирают. Но если бы не Артес, конечно... Блэк, я думаю, уходил бы отсюда. Ну, развалили. Это уже неплохо. По итогу этого файта с одного Блэка заработали 2300. Плюс-минус 500 для команды Тинкер. 3000 отыграли. Правда, тут так много золота, что таких Блэков еще штук 6-7 надо разобрать. Да ладно, неужели уже Гем? Да, у Панды появляется Гем. Вообще ничего не боится у нас Рубик. Куда кто ворвался? Ворвались у нас в Дреда. Дред опять почему-то здесь сам. Дред просто мазохизм. Какой-то показывает. Но он стоп. Дред вокруг себя собрал. В это время его команда забирает Тауэр на топе. Но не уйдет отсюда Дред. Но не может Дред отсюда уйти. Это не... Да ладно, ну... Ну как? Ну что? Дред вообще никуда не собирается уходить. Дред пошел вардить дальше. Это, конечно, уже вообще полнейший беспредел от Дреда. Мало того, что вроде бы ушел, пошел, решил повардить немножко во вражеском лесу, пока команда за кустом. Ну, не в этой ситуации. В любом другой момент, если бы какой-то перефарм был от Ашеров, это, конечно, смотрелось бы ярко. А так, понятное дело, что за эту ошибку накажут без вопросов. В 14 хп у Тауэра на миде. Снайпер прилетает в Блэккинг Бар у Блэка. Полторы тысячи на руках. Рошан, потом еще 900. Даже меньше, и у Блэка готовый Баттерфляй. На первом месте антимаг. На втором месте у нас идет Койква. В общем-то, разница небольшая по золоту. Ну, а здесь уже с Артесом очень серьезная. Очень серьезный разрыв. Артес отстает на 7 тысяч, а Фонидж отстает даже более, чем на 7 тысяч. Ну, ничего, собственно, нет у Афониджа. Сэнджин Яша и Блэккинг Бар. Все это на 28-й минуте. Все это смотрится немного пресно. Заходит у нас Флоу. Флоу готов рываться. Флоу врывается у нас в Горца. Горца подняли и зацепили. Выталкивает себя оттуда Флоу. Флоу продолжает у нас еще и Гадема нарезать. Но в итоге за двумя зайцами. Хотя сбивает ему ТП Горцу. Флоу за счет Баттериасаут. Хотя бы Гадему бы отсюда уйти. Нет, Гадем отсюда не уходит. И Гадем здесь остается. Ну, отыграл Флоу просто великолепно. Вытолкнул себя. Засловил у нас Шейкера. Потом умудрился подойти и сбить ТП. Короче, смотрелось это ярко. Действительно, какой-то гайд по игре за Тинкера. Фактически в Соло сделал основную работу по забору двух персонажей. Дредд все-таки собирает себя Аганим. Пойнт Бустер приобрел. Еще собирать и собирать, конечно. Две 300, где их брать непонятно. При том, что во многом уже лес команды Ашер выфармливает Тим Тинкер. У Антим Мага есть бабочка. После бабочки 850 на руках. У Койква после бабочки 3500. Гадем без Даггера. И Даггером здесь действительно не пахнет. Но неплохо. Койква очень сильно просел у нас по ХП. Половину забрали. Прыгает у нас Горец. Разрезает у нас Койква на ЛО ХП. Врыв у нас пошел в Горца. Но Горцы, скорее всего, разберут. Да, погибает у нас Кентавр. Врывается сюда Артес. Забирает Аэгис у СФа. Но пока больше ничего со стороны Ашер не произошло. Горца разменяли в Аэгис. Пинг Панда на ЛО ХП. Но живой. Урна есть. Хилиться есть чем. Отходить нет смысла. Пока нет. А Кентавра пока стомпит в откате. Чем еще бить толком непонятно. Тоже в откате Эхо Слэм. В откате... Ну так, в принципе, все. Ассасинейт уже у Афониджа откатился. Команда Тинкер не отходит. Они понимают, что они сильнее. И что они в большинстве будут сейчас драться. Койква зашел на ступеньках постоять и поформить. У нас Тауэр. Ну отходят. Крипов развалили. Без крипов пока не заходят. Артес. Ворвался в Блэка. Понял, что сделал ошибку. Ушел отсюда. Такая полезная фиссура от Шейкера. Зачем ее тратить в крипов на топе непонятно. Тут, в принципе, любой заход от Тим Тинкер может снесенными бараками закончиться. Под Смаком. Ашеры. Куда? На Рошана. Как я понимаю, нет. На Рошана далеко еще идти. Просто нарисовали поход через руну. Можно, в принципе, и поймать кого-то здесь на руне. Бегут. Бегут все впятером. Будет врываться ли Артес. Но видят у нас Флоу. Сайленс пошел на Флоу. Флоу под Инвизом. Правда, здесь Варт прям под ноги. Разорвали у нас очень быстро Флоу. Стампид провязали. Погоня дальше за Пайлайдай. Пайлайдай на Лоу ХП через Мекку. Нормально. Вроде Койква пытается кустами отсюда уйти. Нет ТП у Койквы. Надо это знать. Надо это знать и надо как-то этим пользоваться. Не уйдет отсюда Койква. Да, в принципе, ладно. Команда Ашер троих забрали. 3 300 заработали. 1200 потеряли. В итоге 4 500. Изменения в свою сторону. Правда, здесь за 20-ку. Эти 4 500 вообще мертвому припарка. Но в любом случае лучше, чем ничего. Немножко денег насуетили на какие-то артефакты. Более-менее вменяем у Ортеса. Кстати, Линка после Уоркида появляется. Еще 2 400 на руках. Ортес более-менее хорошо себя чувствует. У Снайпера. 1800 после Сенжиньяши. У Энчи. Огрклапы в куре. Ничего. Дреду 2000 до Аганима. Шейкер. Заработал себе на Даггер. Бегает с... Трофейным гемом. Угорца Кримзон Гвард появляется. Все это после Транквил. Все это после Блинк Даггера. Ну, стараются Ашер. Стараются фармить. Вроде бы и неплохо получается. Все. Но это до первого прихода игроков команды Тим Тинкер. Чем Блэка контрить непонятно. Да, можно как-то попытаться его... Тем же Штормом отправить в Сайленс. Но против Сайленса здесь есть неприятная вещь. Она называется Манта Стайл. Манта Стайл... Все попытки остановить антимага уничтожает. Ну, дальше уже Вортекс. Ну, есть смысл, конечно. Есть смысл в любом случае драться. Потому что если не драться, это просто медленная смерть наступает. Тут одними иллюзиями скоро антимаг начнет сносить постепенно стороны. И нихрена ты ему вообще не сделаешь. Нет, ребят, это не повтор. Это Джоин Дота и МЛЖ Пролиг. Европейский дивизион, группа А, команда Хеллрейзерс против команды Тинкер. Играют прямо сейчас. Ну, там с небольшой паузой в 2 минуты, как по правилам турнира, и происходит. Лайф-трансляция. То есть сейчас где-то ребята и потеют, где-то катают. У Пайлайдая после Мекки появляется еще 1100 на руках. Достаточно неплохо себя Винга чувствует. У Рубика. Есть Даггер 870 сверху. Ну, скоро, достаточно скоро появится Форстафф. Винги. Мы видели, что там у Клока. У Клока уже есть Аганим 300 сверху. После Форстаффа, после Блейдмейла у Блэка появляется БКБ. А вот теперь команда Ашер, я даже не знаю, что может Блэку предложить для смерти. Ничего толком с ним теперь не сделаешь. У Кентавра есть Форстафф, есть Блинг Даггер, есть Кримзен Гвард. Шторм становится бесполезным против Блэка. Шторм сам рассыпается теперь от Блэка без вопросов. Шейкер становится бесполезным. Ну, и Янчат тоже толком ничего не сделает. Никакие, разумеется, никакие импетусы не полетят. Да и Снайпер тоже не сильно нам Блэка разваливает. Дэмонэш появляется у Афонинджа. Хочется, конечно, верить. Ситуация, возможно, даже к тому располагает. Ну, наличие Баттерфляя, что у одного героя, что у второго, со стороны команды Тим Тинкер, наверное, говорит все-таки об МКБ. Никаких Рапир мы здесь от Афонинджа не увидим. С другой стороны, даже не знаю, честно говоря, на что он надеется команде Ашер. Может быть, Рапира как-то эту игру и перевернула бы. Но Снайпер, опять же, по скорости атаки не так-то много. Нет Мома, нет никакого Мьюлнира. Снайпер по атак спид проседает. И проседает достаточно сильно. Тот же Антимаг с Баттерфляем, тот же СФ с Баттерфляем. Снайперу без вопросов рассказывают. Через Секрет Шоу пришли напасть у нас игроки команды Хелл Рейзерс. Под смоками все. Удачная позиция. По-моему, у Тим Тинкер даже более чем удачная. В итоге спалят они команду Хелл Рейзерс. Ну, все, уходят отсюда Ашеры. Не собрались драться. Артеса пошли фармить под своим хайграундом. Не все, правда, уходят. Артес еще здесь. Просветили у нас Артеса. Врыв моментально на Артеса от Флоу. Артес под станом. Неужели Артеса не уйдет отсюда? Да уходит у нас Артес. ТП еще умудрился провязать во время болл-лайтнинга. Нормально. Конечно, нервы пощекотали всем, но в итоге Артес остался живым. Блэк куда отправился? Я думал, врывается уже Блэк. Блэк забирает все, что видит вообще. 3-300 на руках у Блэка после Баттерфляя и... Ну и это печаль для команды Хелл Рейзерс. 26 тысяч общий Нетворс. У Койквы 3 тысячи. После Дейдалуса, после Бабочки, после Даггера, Яула и Блэк Кингбара. Койква, конечно, очень здорово фармит. Это действительно неплохой такой гайд для Фонинджи. С какой скоростью надо фармить на SF и как вообще надо отстоять мид. Артеса Ultimate Or появляется. Я думаю, будет попытка выйти в Хекс. Не знаю, дадут ли Тим Тинкер Хекс этот собрать. Что-то мне, честно говоря, слабо верится. Хочется, конечно, верить в победу Ашер. Но счет 10-24 тут даже не по счету дела. Любые счета переворачиваются. Любой перефарм переворачивается. Но тут просто вещи. Вещи такие, которые не позволяют на должном уровне команде Ашер драться. У Снайпера нет до сих пор МКБ. И, по-моему, не будет. Да, не будет еще 1200 по золоту. Брать эту 1200 попросту негде. 3-4 пачки крипов вокруг своего хайграунда забрать. Но, опять же, не останется байбека. Просто встревает у нас Афониджа. А встрять не так-то сложно. Сложно, играя против Клока, играя против Антимага. Без какого-либо подсейва. Без какого-либо там, не знаю, инвиза или еще какой-нибудь ерунды. Без блинка. Снайпер, конечно, в когах у нас будет терпеть. И терпеть достаточно сильно. У Блэка 5 с лишним на руках. У Афониджи. У Койквы, конечно же. У Койквы 3000 на руках после Дайдауса. Афониджи 2500. К чертовой матери этот МКБ. Просто попади два раза с рапиры. И дальше будем разговаривать. Ну, по-моему, вообще рапира здесь просится. Ужас как. Если как-то драться обычными методами, то на Ашер я не поставил ни в коем бы случае. Ашер реально проседает. А здесь, гляди под шрапнелью, того же Койкву можно будет разбирать. Импетус спину в Дреда ворвались. Дред перебыковал Виспов. Даже не успел Виспов у нас Дред включить. В телекинезе развалился. Койква, гадлайк. 4 стон на руках. Аэгис не потерян. По ХП не проседает. Снайпер жив. Фониджи в миде там старается бороться против Блэка. Блэк заходит в Блэк Кинг Барри. И просто сносит два барака. Развалили. ССФ. Ну, просто забрали Аэгис у него. Врыв сразу же в ССФ. Можно забирать. Файлайдай высвапывает у нас. Неплохая пошла ульта у нас от Шейкера. На лоу ХП горится. Сюда уходит Гаддем. Тоже из файта у нас уходит. Ну, Афониджи стоит от иллюзий Блэка терпит. А Блэк в то время занимается бараками. Просто Афониджи не может расстрелять у нас иллюзии Блэка. Но это полнейший провал. Двоих зацепили. Блэк. Что толку с зацепленного Блэка? Непонятно. Фиссура у нас у Пинг Панды. Успеет ли провязать? Нет, не успевает. Артес врывается и разбирает у нас очень быстро снайпера. Так, сыр у нас провязал Флоу. Флоу продолжает валить Артеса. А вот теперь даблкил от Блэка. Мановоид у нас в Кентавра. Точно там же развалился у нас и... Даже не в Кентавра. По-моему, Шторма был у нас в Мановоид. Ну и Кентавр тоже рассыпался. По итогу файта. Три в четыре подрались. Выкупился и умер еще раз Горец. Блэк просто сносит сторону. Одну и вторую. Забрали СФ. А СФ уже сюда прилетает на Бутсов Тревел. Все, по-моему, для команды Ашер решено. Дред рассыпается. Флоу на лоу ХП. Под Шрапнелью стоит. Но пока еще живет. Флоу живой. Блэк живой. Ну, по-моему, отдефали. Отдефали как минимум третью сторону. Хотя Блэк уже здесь. У Блэка Манда Стайл не скоро откатится. Блэк, в принципе, и в соло. Сторону снести сможет. Гадем прилетает сюда. Блэка вортекс провязали. Фиссуру провязали. БКБ от Блэка. Пошел наваливать. Куда уходит у нас Блэк? Блэк уходит на хайграунд. Второй раз умирать. Нет, не второй. По-моему, у Блэка не было, кстати. Да, никакого бейбэка не было у нас. У Блэка не умирал уже давным-давно. 5-2 счет у Блэка. Кстати, у Клокверка счет 10-1-14. Флоу прошлую игру классно себя чувствовал. И в этой игре тоже очень-очень уверенно отыгрывает. У СФа. У СФа 12-2. Койква просто он фаер. Вообще никого под ногами не замечает. Да, у СФа и Нок особенно нет. Кого там вообще можно замечать. 1800 по золоту после всей... После всех покупок. От Койква имеется. А у Ашеров по золоту даже боюсь смотреть. 30 с лишним тысяч. По экспириенсу почти 30 с лишним. От команды Тим Тинкер. Горец с Кримзон Гвардом бегает. Бедный несчастный снайпер. Все-таки не пошел в Рапиру. Ну тут и без авантюры в принципе не сладко. Команди Ашер. Дредд опять пошел у нас драться. Зацепили Койкву. Ульта от Годдема. Годдем разваливается. Пайлайдай высвапывает Койкву. Койква ультит. Но по-моему ни в кого у нас Койква не ультит. Ну все. Развалили здесь Годдема. Развалили Дредда. Зачем они сюда пришли? С кем они хотели драться? Непонятно. Артес на лу хп бежит. Но все это абсолютно бесполезно. Ну что. По итогу этой катки Best of 2. Счет становится 1-1. Ничья между командами. Сейчас покажу вам табличку. По таблице как видите на первом месте были Hellraiser. У них было 7 поинтов. На втором месте Balcan, Bersk, Arleone. Ну и Team Tinker. Теперь у Hellraiser 8 очков. Они по-прежнему остаются на первом месте. Team Tinker с 6 очками точно так же на третьей позиции. У нас сейчас игра между Balcan, Bersk, Arleone против команды Tinker. Вот теперь решится вопрос. Догонит ли Balcan, Bersk, Arleone или даже перегонит ли Hellraiser. Или сможет ли Tinker выйти? Короче говоря, сразу у трех команд очень и очень неплохие шансы на то, чтобы возглавить таблицу. Hellraiser сможет сохранить. Но опять же при удачном раскладе между двумя этими командами Team Tinker и Balcan, Bersk, Arleone. Ну а, ребята, при удачных файтах и при игре 2-0 в Best of 2 могут выйти любая из команд. Ладно, это все будет через несколько минут. Пока что небольшая пауза. Не забывайте, пофоловьте нас на Twitch. Это очень полезно и очень нужно. И не забывайте заходить в группу ВКонтакте, подписываться. Все, зовите друзей. Team Tinker против Balcan, Bersk, Arleone. Под Ашерами трясется трон. Сможет ли хоть кто-то докончательно подрезать у него ножки. Мы узнаем через несколько минут. До связи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Спасибо. Спасибо.